Дорогие друзья, мои товарищи, в проблеме обманутых дольщиков, как в фокусе, сплелись все мерзости современной жизни. Для того, чтобы эту проблему быстро решить, надо было власти решить всего три вопроса. Первое. Для того, чтобы построить любой дом, требуется подпись руководителя района или города. Он обязан, поставив подпись, найдя застройщика, отвечать собственной должностью и всем бюджетом того поселения, в котором строится этот дом. Второе. Для того, чтобы деньги не воровали, эти деньги должны быть саккумулированы на одном конкретном счете в конкретном банке и могут перечисляться только на данный объект. И третье. Простое решение. У любой власти есть контрольные службы, которые должны следить за качеством возводимого объекта и за сроками его введения. Вместе взятое позволило бы давно решить эту проблему и не мучить людей, которые годами за свои деньги, ожидая квартиру, получают обещания, ложь и всевозможные мерзости. Мы с всей командой вместе с Клочковым собрали обманутых дольщиков по всей стране. Их оказалось почти 500 тысяч вместе с семьями, почти полсотни регионов. Провели один съезд вместе с вами. Мне казалось, будет сделан толчок. Выступили в Думе, встретились в правоохранительных органах. И тем не менее, хоть на треть убавилось, все по-прежнему вернулось в ходе кризиса на круги свои. Я встретился с президентом, выступил официально от вашего имени после апрельского съезда на Государственном совете. После этого было дано поручение, рассмотрела Государственная Дума, пригласили всех министров, составили дорожную карту, вызвали губернаторов. И тем не менее, почти половину из них не представили необходимые документы. Я, во-первых, благодарю вас за мужество, что вы сплотились и настойчиво добиваетесь решения этого вопроса. Мы обещали и все сделаем, чтобы не просто помочь вам, чтобы в ближайший год-два эта проблема в стране была решена. Но для этого потребуется от нас дружная и организованная работа и массовые вступления по всей стране. Никаких других мер эта власть бессовестная и беспринципная не признает. Поэтому дружнее, энергичнее, сплоченнее результат будет обязательно. Почему мы собрались именно сегодня? Потому что через две недели в Думу будет внесен государственный бюджет. Этот бюджет может решить проблему, по крайней мере, профинансировать достройку по всей стране объектов и одновременно дать поручения правоохранителям, чтобы они привлекли к ответственности все эти жулье и всех мерзавцев, которых вы здесь на своих плакатах очень честно и достойно обличаете. На мой взгляд, если бы власть хотела поправить, давно бы можно было исправить эту ситуацию. Казалось бы, собрали 31 миллиард рублей страховых денег, чтобы вложить их в те дома, которые недостроены. Ни одной копейки, ни одного страхового случая. Еще одних упырей собрали, отдали им право аккумулировать деньги, разворовывать и наживаться за ваш счет. Большего безобразия трудно себя представить. Запомните, победу обеспечивает только воля, мужество, храбрость и достоинство. Мы боремся за правое дело. Они вас обманывали, когда обещали, будет демократии больше и социализма, а по сути счету ввели бандитский капитализм. Они вас обманывали, когда говорили, вы будете собственниками, а вы оказались не собственниками, а обманутые, об обобраны до копейки. Они обещали ветеранам достойную жизнь. Дети войны сегодня в деревне получают 5-8 тысяч, а в городе 10-12. У Гитлера у них отнял детство, а эта власть отняла у них элементарную обеспеченную старость. Они обещали вам дома и квартиры, а вместо этого заставили мыкаться. Они обещали честные выборы. Господин Воробьев даже не поконтролировал, что у него творится в избирательной комиссии. Видно, мы отменили сегодня ночью результат, в котором наши коммунисты одержали убедительную победу. Все это, сколько бы ни продолжалось, обязательно закончится. Но еще раз вас всех призываю к организованным, дружным и слаженным действиям. Власть вообще напугана ситуацией в мире. Недавно американцы приняли закон, по которому на ближайшие 30 лет обеспечили преследования, в том числе и руководящие кадры и олигархию Российской Федерации. Спецслужбам Америки дано поручение за 180 дней вывернуть карманы и все счета, но вориши, которые украли за последнее время из России, 61 триллион рублей, 5 бюджета украли. Давно можно было остановить этот беспредел. И она боится, это власть, дружных, организованных выступлений, трудящихся за свои права. Вы боретесь за то, чтобы было полноценное жилье, чтобы ваши дети и старики были ухожены. Полностью наша программа соответствует вашим требованиям и чаяниям. Сегодня самыми униженными и обиженными, я считаю, являются обманутые дольщики, обманутые старики, дети войны, обманутое молодое поколение, которым не дают работу и возможность получить жилье. Даже молодые люди, окончившиеся в ВУЗы, молодая семья, которая получает 60 тысяч, имеет двух детей, 15 тысяч, взял ипотеку, 7-8 тысяч на месяц. Это не считая голод. Мы исправим вместе с вами это положение. Но сейчас надо дружно, организованно, повсеместно нажать. В ближайшее время будем рассматривать бюджет. У нас есть возможность направить средства на достройку всех объектов и решить эту проблему в пользу каждого труженика, каждого обманутого дольщика, каждого ребенка войны. Мы должны все сделать, чтобы справиться с этой задачей. Да здравствует ваша воля, да здравствует наша общая вера и усилия по восстановлению справедливости в нашей любимой державе. Ура! Ура!